Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие. Этот расклад ваш на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас это пятерка кубка. А пятерка кубков показывает то, что вы скорбите. У вас такое вот на октябрь месяц состояние, то что вы как будто вспоминаете кого-то, где вам как бы в душе больно. Вы, может здесь даже из родных именно то, что касается, по родовой линии, то что вы можете кого-то раньше потеряли. И вот в октябрь месяц у вас состояние, что вы вспоминаете их людей. Вот такое то, что как бы вам больно на душе. Следующая карта, мои дорогие стрельцы, для вас это семерка пентакля. Семерка пентакля показывает взращивание нового чего-то в вашей жизни. Даже может если взращивание каких-то новых отношений. Может быть у вас в прошлом, для кого-то здесь, может быть, были какие-то разводы, где вы до сих пор, у вас идёт такое состояние, что вы, ну такое тяжёлое состояние, что вы потеряли человека, что вы бы не хотели потерять эту семью или эти отношения. И здесь показывает то, что в начале октября, вот взращивайте новые, то что вы хотите новых отношений. Вы хотите нового человека увидеть у вас рядом. Здесь идёт вот состояние, что вы как бы не в своих вот это, не находите спокойствия, вот показать такое. Но вы на начале уже должны как-то взращивать каких-то новых то, что идеи, которые вас к счастью, к успеху, к удаче вот приведут. Следующая карта, мои дорогие, для вас. И эта карта у нас девятка жезлов. Девятка жезлов показывает то, что вы всё-таки закрываетесь. Вы всё-таки ставите вот какую-то охрану, чтобы к вам, ну, ну люди не, ну вы не допускайте людей близко к вам. Даже то, что вы, если хотите, но вы это не позволяете, потому что всё-таки из прошлого у вас идёт какая-то боль, где до сих пор она тянется, тянется вот это на данный момент. Следующая карта, мои дорогие стрельцы, для вас на середине месяца. Это карта восьмёрка Пентакли. Работа. Здесь показ, работайте на то, что вам плохо. Работа то, что начинайте вот, знаете, вот убрать вот это состояние, которое вам не даёт ничего хорошее. Хотя вы, знаете, вы думаете, даже если я начну каких-то отношений, даже если я начну какие-то, какая-то новая работа, даже новое какое-то для себя вот увлечение, вы думаете, что она не приведёт ни к чему хорошего. Но знаете, эта карта очень даже, я могу сказать, хорошая, потому что здесь самое главное, значит, знаете, если вы не остановитесь и работать, у вас всё хорошее может вот получиться. Вот взращиваю, почему я сказала новое, что-то новое должно быть уже в вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие стрельцы, для вас. Король Жезлов. Король Жезлов показывает то, что вы благородные люди, вы благородно оцениваете ситуацию, которая происходит у вас. Вы даже на данный момент понимаете, что что-то у вас не идёт так, как нужно, и вы хотите это уже менять. Потому что вам ничего хорошего, вам это плохо, и вы страдаете из-за этого. И ваше благородство, и то, что мне нравится эта карта, то, что вы люди, которые даже ваши именно вот ситуации, в состоянии, вы благородно относитесь, вы правильно оцениваете ситуацию, как она должна быть. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, мои дорогие стрельцы, это карта Ату Жезлов. Ату Жезлов показывает то, что ваша стержень, то, что даже какие люди бы не старались что-то вам это, что-то вас сломать, что-то вас как бы закрывать, что-то, чтобы вам было больно. Никто не смог, потому что вы люди благородные, сильные. И здесь я могу сказать, что стрельцы умные. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, и это карта Тройка Кубков. Тройка Кубков показывает то, что вы вспоминаете всё-таки ваше прошлое, то, что вы, знаете, очень сильно любили, вот вам не даёт на данный момент, уже на конец месяца это спокойствие не даёт. Вы боретесь с этим. Здесь я могу сказать, начинайте новых отношений. Начинайте, потому что вот именно отношения вас могут, если начнёте работать на это, то, что вы хотите новых отношений, то вы выйдете из этого состояния, которое у вас на начало месяца. Вы выйдете, и вы не будете закрываться. Вы начнёте вот бороться, мои дорогие стрельцы. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие стрельцы, для вас, это карта правосудия. Справедливость на вашей стороне на конец месяца. Именно справедливость даёт вам возможности для того, чтобы вы получили чего-то хорошее. Здесь, знаете, вот уже на конец месяца октября, мои стрельцы, здесь показывает то, что контролируйте ситуацию. Вот ставите на весы то, что было у вас в прошлом. Было это хорошее или то, что вы можете... Потому что прошлое не вернуть. Даже если вернуть ничего хорошего, потому что вы знаете уже, что там было. Для того, чтобы у вас что-то хорошее, вы должны идти в будущем. И как бы не стоять на... Здесь ещё может быть для кого-то какие-то судебные разбирательства. У вас какие-то документы вот в конец октября, они решаются. Вот может быть какие-то для кого-то вот именно разводы может. То, что вот... Или вот рабочие моменты тоже здесь, где вот решается именно документами. Вот следующая карта, мои дорогие, это карта совета, то, что вам высшие силы подсказывают для вас. Это девятка Пентаклио. Девятка Пентаклио. Вот почему у вас происходит то, что вы закрываете, то, что у вас это боль. Вы сидите в бездействии, вы тоскуете по человеку. Вы... Ваши страхи, то, что вы можете... У вас что-то, если начнётся что-то новое, у вас ничего не получится. Нет, дорогие мои стрельцы, самое главное, знаете, справедливость на вашей стороне. Вы можете правильно, вы люди можете, которые благородно, по справедливости, вот сделать какое-то благо, какие-то благие такие ситуации, которые вас приведут к чему-то хорошее. Не бойтесь. Вот самое главное не закрываться. Конечно, мои дорогие стрельцы, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.